На мой взгляд, сегодняшнее заседание прошло по банальному сценарию. Были заполнены все места, приглашенными, приближенными к администрации города, то есть радостно хлопая в ладоши после каждого выступления мэра или определенных людей, которые там направляли всю эту массу людей. А тех людей, которых не пустили, это просто независимые СМИ, это людей, которые будут задавать неподготовленные вопросы. То есть это был спланированный сценарий. Один из коллег задал вопрос у мэра, почему не пустили определенных людей внизу. На что он сослался? Пандемия. Мы не можем собираться много, нас и так наругает Роспотребнадзор за то, что мы тут все сидим без масок. То есть вот 10 человек нельзя пустить, потому что заразные, судя по всему. А остальных всех, пожалуйста. А с удовольствием здесь очереди. Все верно, все верно. Это был запланированный сценарий, ничего удивительного. Очень очень неприятная ситуация произошла. Представители общественности выходили на связь и ко мне, и к моим коллегам. С таким вопросом. Помогите, пожалуйста, нам записаться, задать вопросы мэра города Хабаровска. В чем проблема-то? Когда я был председателем Думы, люди приходили, желающие записывали. Перед заседанием Думы, фамилиями и отчествами указывают. Даже не знаю, не надо паспорт, не надо, по-моему, даже не надо было указывать. Все, пожалуйста. На прошлом заседании Думы выступали представители общественности, которые задавали мэра города Хабаровска вопросы. В этот раз сделали все возможное, чтобы ни один представитель общественности такой вопрос задать не смог. И вообще в зал группу. Я считаю, что трюсу надо пропускать. Если врачи, то же не обсуждаются. На вопрос, как прошел телеканал Хабаровска. На отчет мэра Кравчука они ответили, что никаких списков не было, так как они из детства массовой информации их пропустили без проблем. Но нас с нашими аккредитациями, к сожалению, не прошло.